Деформированный палец доставляет 74-летней Тамаре Киселёвой массу неудобств и мучительной боли. У неё самая крайняя степень плоскостопия. Массаж, гимнастика и ортопедические стельки уже не помогают. Поэтому здесь без хирургических вмешательств не обойтись. Лечащий врач Екатерина Носова готовит пациентку к операции. Для иркутянки она уже вторая. И в последнее время усилились. Тем более, что уже возраст. И несмотря на то, что каблуки не носите, но боли постоянные. Ежедневные боли у вас? Да, конечно, вот эта мозоль и сильная боли. А как вы себя чувствуете после первой операции? Боли прошли? Прошли, нормально, ничего. Видите? Высокие каблуки именно они довели Тамару Киселёву до хирургического стола. Плоскостопие на правой ноге медики уже исправили в августе прошлого года. Эта операция аналогичная, проводится под местным наркозом. На стопе делается надрез 2 сантиметра и вставляются металлические винты. Они лёгкие, но при этом очень прочные и выполняют функцию своеобразного корректора. Фиксация винтами более стабильна, чем спицами, которые раньше применяли. Применяется несколько этапов при лечении деформации плоскостопия. То есть обязательно, если это грубая деформация, как в данном примере, мы используем вот с этими первой плюсной кости первого пальца, так называемый латеральный релиз, то есть когда мы отсекаем связку, который удерживает этот первый палец в положении деформации. Плюс мы ещё работаем на системовидных косточках. Плоскостопие – болезнь коварная и вначале незаметная. Если её запустить, это может даже привести к инвалидности. Косточка на ноге или по-медицински вольгусная деформация первого пальца стопы почти в 90% случаев бывает у женщин, так как у них связки более рыхлые. Влияет на развитие болезни и ношение обуви на высоких каблуках. Только в областную больницу ежедневно обращаются по 5-6 человек с диагнозом плоскостопия крайней стадии. Поэтому очередь на проведение подобного вида операции сформирована почти на год вперёд. Оперативное вмешательство относится к высокотехнологичным видам помощи. Она оказывается жителям при Ангаре бесплатно по квотам. Тамара Киселёва – одна из первых пациентов, которая на себе ощутила результат такой операции. Уже через три дня женщину выпишут из больницы. Высокотехнологичное лечение плоскостопия на последней стадии приносит не только космический эффект, но и возвращает пациенту нормальную полноценную жизнь. Врачи говорят, лучше не доводить дело до хирургического вмешательства, а обращаться при первых признаках заболевания к ортопеду. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин